По полигонам и по пересеченной местности двигается в рамках, в черте города. Все-таки на улицах здесь нанесена специальная разметка. Кое-где даже подняли контактную сеть троллейбусов, укрепили, конечно же, подземные переходы. Сложность в том, чтобы удерживать определенный боковой интервал и дистанцию между впереди идущими и сзади едущими машинами, чтобы со стороны движение колонн смотрелось максимально красиво, ровно, эффектно. Военные раскрыли секрет. Это, естественно, определенная скорость движения 10 км в час должна быть у всех аппаратов и определенное число оборотов двигателя 1400. Насколько удалось подготовиться к этому, тренировки шли много месяцев и на полигонах, и в городских условиях, мы сможем убедиться уже буквально через 15, 20, 25, наверное, минут своими глазами, либо во время парада на Красной площади, либо у телеэкранов. Спасибо, с главной улицы столицы, откуда уже совсем скоро к Кремлю выдвинется военная техника, был Антон Пономарев. А в Крыму, который этой весной стал частью нашей большой страны, официальная часть торжеств начнется под звуки российского гимна. Военные парады обещают быть невероятно зрелищными. В Севастополе, где базируется Черноморский флот, запланировано сразу три парада – сухопутный, воздушный и морской. И уже через несколько минут на площадь Нахимова вынесут Знамя Победы. Затем по городскому кольцу пройдут более тысячи солдат и офицеров Севастопольского гарнизона и боевая техника. Четыре десятка единиц бронемашины «Тигр», боемашины «Град», установки зенитно-ракетного комплекса «Оса», ракетный комплекс «Бастион». А для участия в морской части в Севастопольской бухте выстроились 10 кораблей. Особенно зрелищным должен получиться пролет авиации военно-воздушных сил России. Торжества, посвященные годовщине Победы, помимо России, пройдут и в других странах бывшего Советского Союза. Официальных мероприятий не будет на Украине. Власти предпочли отменить празднование, в том числе парад в Киеве. Итак, считанные минуты остаются до начала военного парада в Москве. 11 тысяч солдат и офицеров, полторы сотни единиц боевой техники и 69 самолетов и вертолетов по числу лет, прошедших с момента героической победы в Великой Отечественной. Почетные гости, прежде всего ветераны, уже заняли свои места на трибунах. Все ждут, когда куранты пробьют 10 часов. И с самого раннего утра за подготовкой к параду на Красной площади следит корреспондент Первого канала Антон Верницкий. Он выходит в прямой эфир. Антон, с праздником Победы. Вам слово. Также вас с праздником. Действительно, и войска, и гости, среди которых, конечно же, ветераны уже на Красной площади. Я тут перед парадом залез в интернет и обратил внимание на то, как молодеют участники парада. Раньше такого точно не было. Но сейчас я увидел, как в интернете те ребята, что шли в парадных коробках в прошлом году, создают такие социальные группы, вспоминают, обмениваются фотографиями, уж не знаю, как они это делают во время прохождения парадным строем, и обсуждают, как все проходило в прошлые годы и сравнивают с тем, что будет сегодня. Их предшественники, конечно, ничего подобного не делали. Так вот, что будет сегодня на главном военном параде страны? Все начнется действительно в 10 утра, ровно в 10 утра по Москве. Сегодня отличная погода, тепло. Даже не верится, что во время генеральной репетиции два дня назад шел снег. Но немного статистики. По Красной площади проедет 150 тонн единицы боевой техники. Это на 50 машин больше, чем в прошлом году. И сразу прошу обратить внимание на парадную раскраску всей техники. Она будет отличаться от той, что была в прошлые годы. Смотрите внимательно, на всех бортах размещена георгиевская лента. Также впервые в параде будут участвовать БТР и Севастопольской бригады морской пехоты. Крымчане проедут по площади с флагами республики и Севастополя. Будет еще одна техническая новинка. Это бронеавтомобиль Тайфун. Как говорят в Министерстве обороны, это перспективная разработка. Эта машина только-только принимается в этом году на вооружение. Диктор обо всем об этом расскажет во время парада. Вам, телезрителям, будет даже удобнее услышать подробности. Потому что здесь, на Красной площади, техник идет действительно среба. Спасибо, Антон. Спасибо большое. Я вынуждена вас прервать. Мы видим сейчас кадры с Красной площади. И мы видим, что сейчас на Красной площади появился президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Вот мы видим, что они сейчас проходят мимо ветеранов. Президент лично здоровается со многими из них, приветствует и наверняка поздравляет ветеранов с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мы видим, что ветераны приветствуют Владимира Путина в ответ. И сейчас Владимир Путин будет направляться к своему месту, к трибуне, откуда сегодня он будет обращаться ко всем ветеранам, ко всем фронтовикам, труженикам тылом нашей страны, ко всем жителям нашей страны. И, конечно же, будут звучать слова благодарности и, конечно же, будут звучать поздравления. И последние команды к началу парада раздаются в эти минуты на Дворцовой площади города Героя Санкт-Петербурга. Праздничные расчеты музыканты военного оркестра и техника выстроились в колонны еще с утра. Всего в параде примут участие 2000 человек, военнослужащие из Западного военного округа, курсанты, сотрудники МВД и других ведомств. Ну а на Дальнем Востоке, Сибири и Урале из-за разницы в часовых поясах парады и торжественные шествия уже закончились где-то в разгаре народные гуляния. Главный смотр войск Восточного военного округа состоялся в Хабаровске. Там горожане впервые могли увидеть ракетные комплексы «Искандер-М». По главе механизированной колонны двигались легендарные Т-34 и «Катюша». По Владивостоке, несмотря на прохладную погоду, жители не расходятся с улиц до сих пор. На главной площади много ветеранов, выступают артисты. Отведут солдатские каши можно и в Красноярске, где во время парада в небо поднялась небольшая авиагруппа с флагом Победы. И сегодня в Москве, как мы видим, уже с утра праздничная погода, по-настоящему тепло, светит солнце. Не пришлось задействовать метеоотряд, который уже несколько дней дежурит на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Впрочем, авиация будет защищать столичное небо от дождевых туч до позднего вечера. И так до главного события, главного праздника страны и парада в честь Победы в Великой Отечественной войне остаются считанные минуты. Первый канал покажет его полностью в прямом эфире. Ну а кадр того, что сейчас происходит у стен Кремля, вы уже можете видеть. Они сейчас на ваших экранах. И сегодня, в память павших годы войны, 9 мая вся страна склоняет голову. В 18.55 по московскому времени будет объявлена минута молчания. День Победы вся страна отмечает торжественно в Москве. Центром гуляний станет Поклонная гора. По традиции на Поклонке будет звучать классическая музыка. Пешеходные улицы, парки и бульвары также станут местом проведения праздника. Так и Мергевский переулок превратится в театральные подмостки, а площадь у Большого театра в танцплощадку в стиле 40-х. И завершится праздник в 10 вечера грандиозным салютом. Артиллерийские батареи дадут 30 залпов из 16 точек всех округов Москвы. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Парад Победы! Парад Победы! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева на краю! На Красную площадь вносится государственный флаг Российской Федерации, и знамя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! В знаменной группе военнослужащий батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Командует полком подполковник Олег Горшинин. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Более 55 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными участниками военных парадов на Красной площади. Именно воинам-преображенцам предоставлена честь открывать военный парад на главной площади страны. Государственный флаг Российской Федерации несет рядовой Владислав Чалы, ассистенты рядовой Евгений Коротков и рядовой Руслан Глазунов. Старшее поколение этих военнослужащих – участники Великой Отечественной войны. Их подвиги были отмечены многими орденами и медалями. Командир знаменной группы государственного флага России – старший лейтенант Дмитрий Бобров. Знамя Победы в руках младшего сержанта Антона Михайлова, заместителя командира взвода руки почетного караула. Это право он заслужил своим добросовестным отношением к службе с первых армейских дней. Ассистенты у знамени Победы – младший сержант Евгений Трофимов, и младший сержант Вячеслав Крутов, командир знаменной группы лейтенант Михаил Горячев. За всю историю почетного караула его личный состав выполнил более 40 тысяч специальных мероприятий. Неоднократно почетный караул демонстрировал виртуозное владение строевыми приемами в различных городах России, а также за рубежом. 69 лет назад в ходе боев за Берлин бойцы 150-й Идритской дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. Именно этот флаг увековечен в истории как знамя Победы. КОНЕЦ 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 Парад! Смирно! Для встречи слева! На краю! КОНЕЦ 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 Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шайку. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации! Войска московского гарнизона для парада во знаменовании 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующие парадом генерал-полковник Солюков. Начинается объезд парадных расчетов в войск. Оба автомобиля движутся с одинаковой скоростью и максимальной синхронностью. Генерал армии Сергей Шайку приветствует военнослужащих и поздравляет их с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Генерал армии Сергея Шайку Ermattоворонни Генерал-полковник Кролор cinq московск Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ министр оборону! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! В военном параде принимает участие более 11 тысяч военнослужащих всех видов вооруженных сил и родов войск Российской Федерации. Около 150 единиц вооружения и военной техники, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Уровень подготовки вооруженных сил России постоянно совершенствуется. Офицеры и солдаты демонстрируют высокий уровень боевой выучки в ходе внезапных проверок, которые стали неотъемлемым элементом боевой подготовки. Время подготовки вооруженных сил и родовыми силами боевой выучки в ходе внезапных сил. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Российские военнослужащие самоотверженно оказывали помощь в ликвидации последствий наводнений в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! В ходе плановых мероприятий боевой подготовки подразделения воздушно-десантных войск впервые в истории совершили массовое десантирование в условиях аномально низких температур на Новосибирские острова и дрейфующую полярную станцию Борнео. Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Армии Сергей Шойгу направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами России Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий, войска московского гарнизона, параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичмены, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днём Победы! Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы, особенно остро, чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать её интересы. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Они насмерть сражались с врагом, защитили родную землю, сокрушили нацизм. Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Её приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах. В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре определился исход всей Второй мировой войны. Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость спасли Европу от рабства. Именно наша страна гнала нацистов до их логова, добилась их полного и окончательного разгрома. Победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнувшую правду. Не допустим предательства и забвения героев. Всех, кто не жалея себя, сохранил мир на планете. Дорогие друзья, сегодня мы склоняем головы перед памятью погибших. Перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. В каждой семье чтят их преданность отчизне. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство. В нем сила и достоинство России. Мы благодарим наших ветеранов. Мы гордимся вами. В этот великий день нет никого роднее, дороже вас. В вашу честь цветы и салюты, мощь парадных расчетов. Но главное, мы отдаем вам тепло наших сердец. Вы не только с честью прошли через военное лихолетие, но и восстановили страну. Работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни. И завещали нам держать эту высоту. Высоту созидания, единства и любви к Родине. Мы вас никогда не подведем. Будем беречь Россию, ее славную историю. Ставить превыше всего служения Отечеству. Так было всегда в нашей стране. Уверен, так будет и в будущем. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура! С днем великой победы! С днем великой победы! С днем великой победы! Парад! Смирно! Дорожественному маршу! По батальону! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! Во! На плечо! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Солюков! Традиционно военный парад на Красной площади открывают барабанщики Московского военного музыкального училища! Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов! Командир парадного расчета, начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов! Воспитанники военного музыкального училища открывали легендарный парад победы 1945 года! Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации! Знамени победы и знамени вооруженных сил России! Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил! Сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота! В трою почетного караула идут военнослужащие, призванные из различных регионов России! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В годы войны кавалерия использовалась на активных участках Советско-Германского фронта! В составе парадных расчетов воспитанники довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны России! По Красной площади торжественным маршем проходят суворовцы Московского Суворовского военного училища! Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Александр Касьян! В этом году училище отмечает свой 70-летний юбилей! На главной площади страны учащиеся старейшего учебного заведения Тверского Суворовского военного училища Парадный расчет возглавляет начальник училища полковник Владимир Чеховский! За своими сверстниками маршируют воспитанники Нахимовского военно-морского училища! Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Алексей Суворов! Сегодня воспитанники училища проходят службу практически на каждом боевом корабле военно-морского флота! По Красной площади проходят юные моряки Кронштадта! Кадеты первого в новейшей истории России морского кадетского корпуса! Во главе парадного расчета начальник корпуса офицер-подводник капитан первого ранга Николай Довбешко! Продолжают парадное шествие воспитанники Аксайского Данила Ефремова казачьего кадетского корпуса! Парадным расчетом командует начальник корпуса полковник Василий Донцов! Корпус трижды признавался лучшим казачьим кадетским корпусом! По Красной площади проходит Общевоисковая академия вооруженных сил Российской Федерации! Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Алексей Самолькин! В разные годы академию заканчивали маршалы Мулиновский, Рокоссовский, Гречко и целая плеяда прославленных полководцев! Мимо трибун проходят парадные расчеты военного университета Министерства обороны Российской Федерации! Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-полковник Валерий Марченков! Право пройти в парадном строю завоевали лучшие офицеры и курсанты, потомки героев-фронтовиков! В этом году прославленная кузница кадров отмечает свое 95-летие! В стенах учебного заведения учились и служили 282 герои Советского Союза, 14 героев России и 4 героя социалистического труда! Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева! Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ивановский! Академия готовит специалистов для всех видов и родов войск Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти! На брусчатке Красной площади офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, ислоцированные в Воронеже! Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Геннадий Зибро! Более полутора тысяч выпускников академии удостоено звания Героев Советского Союза и Российской Федерации! Свыше 150 из них удостоились этого звания дважды, а маршал авиации Кожедуб – трижды! На Красной площади парадный полк военно-морского флота! Возглавляет стройзаместитель Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова капитан первого ранга Вячеслав Родион! В парадном строю будущие морские офицеры! Им предстоит достойно нести Андреевский флаг во всем морям и океанам! На Красную площадь выходит сводный отряд 16-й отдельной бригады специального назначения! Командует парадным расчетом командир бригады полковник Эдуард Скворцов! Военнослужащие идут в специальном обмунтировании, не имеющем аналогов в мире! На вооружении спецназа – современные снайперские винтовки! В парадном строю чеканят шаг морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской бригады береговых войск Балтийского флота во главе с командиром бригады гвардии полковником Василием Кравцовым. Морские пехотинцы проявляли примеры мужества и героизма во все времена. В годы Великой Отечественной они защищали Одессу, Севастополь, Новороссийск, Ленинград, высаживали морские десанты в Прибалтике, Восточной Пруссии и Заполярье. На Красной площади парадный расчет войск воздушно-космической обороны. В строю офицеры и курсанты военно-космической академии имени Можайского возглавляет парадный расчет генерал-майор Максим Пеньков. Уникальность академии заключается в том, что это единственный вуз, имеющий свою орбитальную группировку малых космических аппаратов. Торжественным маршем проходит батальон ракетных войск стратегического назначения. Офицеры и курсанты Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого возглавляет парадный расчет начальник филиала генерал-майор Алексей Конн. В академии и филиале осуществляется подготовка военных кадров для эксплуатации всех типов ракетных комплексов мобильного и шахтного базирования, способных успешно преодолевать любую систему противоракетной обороны. На Красной площади сводный полк воздушно-десантных войск. Впереди полка парадный расчет курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, командует которым начальник училища генерал-майор Анатолий Концевой. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Во главе гвардии полковник Александр Немаляев. В годы Великой Отечественной полк принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Идут десантники 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Суховецкий. Более 4000 десантников части награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых и специальных задач. Полк награжден тремя вымпелами министра обороны. Гвардейцы-десантники с гордостью носят звание «Крылатые гвардии». На брусчатке Красной площади рота 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты командует парадным расчетом подполковник Владислав Тишин. В ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции 38 военнослужащих части были награждены правительственными наградами. По Красной площади проходят воины-железнодорожники 34-й и 38-й отдельных железнодорожных бригад. Радный расчет и возглавляет полковник Владимир Белаяц. За годы Великой Отечественной железнодорожники восстановили около 120 тысяч километров пути, более 15 тысяч мостов, построили свыше 10 тысяч километров новых железнодорожных путей. Личный состав бригад принимал участие в восстановлении дорог, разрушенных наводнениями на Дальнем Востоке в 2013 году. Торжественным маршем проходит батальон отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров. В 45-м году военнослужащим этого соединения было доверено почетное право бросить к подножию Мавзолея знамена и штандарты поверженных армией германского вермахта. 32 воспитанника дивизии стали героями Советского Союза и Российской Федерации. В этом году дивизия отмечает свое 90-летие. По главной площади страны проходит парадная рота Академии гражданской защиты МЧС России, которую возглавляет генерал-майор Павел Барышев. Выпускники Академии первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. На брусчатке Красной площади курсанты Московского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Парадным расчетом командует начальник института генерал-майор Валерий Козлов. На Красной площади воинские части Западного военного округа. Первыми торжественным маршем проходят гвардейцы-таманцы. Парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии возглавляет гвардии генерал-майор Андрей Сычевой. Дивизия с первых дней участвовала в боях Великой Отечественной войны и в числе первых была удостоена своего гвардейского звания за боевые подвиги, организованность и дисциплину. Таманцы освобождали от фашистских захватчиков Черкесск, Нальчик, Пятигорск, Кисловодск, Есентуки, Крым, Литву, Латвию и Пруссию. За мужество и героизм в годы войны 34 воина-таманцы удостоены звания Героя Советского Союза. Пять стали кавалерами Ордена Славы Всех Степеней. Более 19 тысяч награждены орденами и медалями. КОНЕЦ На Красной площади военнослужащей 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Андропову. Парадный расчет возглавляет командир дивизии в гвардии генерал-майор Сергей Камбара. В годы Великой Отечественной за победоносные сражения личному составу дивизии 18 раз объявлялась благодарность главнокомандующим. На знаменах частей дивизии 23 ордена. Танкисты-кантемировцы выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, принимали участие в контртеррористических операциях. В дивизии проходили службу 189 генералов, из них 2 маршала Советского Союза и 5 генералов армии. Более 20 тысяч воинов-кантемировцев награждены орденами и медалями. 57 удостоены званий Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. Еще пятеро стали полными кавалерами Ордена Славы. Торжественное прохождение пеших колонн, завершают парадные расчеты Военно-технического университета и Московского высшего военного командного училища. Расчет Военно-технического университета возглавляет полковник Сергей Рихель. Учебное заведение было образовано в 1967 году при участии видного военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Василия Чуйкова. Парадным расчетом Московского высшего военного командного училища командует генерал-майор Михаил Наприенко. Училище готовит командный состав для сухопутных войск. В стенах ВУЗа получили первоначальное военное образование пять маршалов и более 600 генералов, в том числе маршал Советского Союза Язов. 98 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Училищу, единственному из высших военных учебных заведений страны, предоставлено почетное право проводить выпуски молодых офицеров на Красной площади. Сводный военный оркестр Валерий Халилов Валерий Халилов Валерий Халилов На Красной площади бронетранспортеры 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота В составе экипажей крымчане и севастопольцы На технике развиваются флаги республики Крым, Черноморского флота и города-героя Севастополь Парадную колонну возглавляет подполковник Денис Ермишко На Красной площади боевая техника сухопутных войск Проходит колонна современных бронетранспортеров БДР-82А Ставших надежной опорой мотострелков При ведении боевых действий в любых условиях Возглавляет парадную колонну Командир батальона 27-й отдельной мотострелковой бригады Подполковник Сергей Осин По брусчатке Красной площади проходят перспективные бронеавтомобили В повышенной защищенности «Тайфун» Позволяющие защищать личный состав от пункт крупного калибра и мин Колонну возглавляет капитан Евгений Головицын Автомобильную технику сменяют танки Т-90А 2-й мотострелковой дивизии На грозные боевой техники установлены новейшие виды вооружения Для уничтожения наземных и воздушных целей Во главе танковой колонны Командир батальона майор Денис Межуев Командир батальона майор Денис Межуев Командир Erfahr Командир батальон现在 Командир с muchís— project 2015 Командир spread Командир depressed Командир Командир На Красной площади многоцелевой ракетный комплекс «Гризантема-С», предназначенный для поражения танков любого типа, а также малотоннажных надводных и низколетящих воздушных целей. Парадный расчет возглавляет майор Сергей Нижний. В парадном строю колонна 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», который ведет майор Николай Васильев. Артиллерийская система «Мста-С» позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. Артиллерийская система «Мста-С» позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. По Красной площади проходит отдельный ракетный дивизион в числе первых перевооруженный на высокоточный ракетный комплекс «Искантер-М». Во главе парадного расчета командир дивизиона подполковник Самад Бесали. В данном комплексе внедрены новейшие научно-технические и конструкторские разработки по созданию военной техники. В данном комплексе «Мста-С» позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника «Мста-С» позволяет эффективно уничтожать объекты и живую силу противника. На Красной площади новейший зенитно-ракетный комплекс «Дор-М2У», предназначенный для отражения ударов средств воздушного нападения противника в современных условиях. Парадный расчет возглавляет майор Андрей Слядников. Мимо трибун проходит парадный расчет техники войсковой противовоздушной обороны. Комплекс «Бук-М2» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и тактических ракет противника. Командует колонной командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Алексей Сосновцев. Идет колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1». Возглавляет колонну капитан Станислав Савельев. Эта новейшая система вооружения предназначена для прикрытия гражданских и военных объектов от всех существующих и перспективных средств воздушного нападения. На марше парадный расчет войск воздушно-космической обороны. Во главе колонны зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» командир полка полковник Александр Бережной. По своим характеристикам комплексы С-400 не имеют аналогов в мире и способны уничтожать аэродинамические и воздушные цели на дальности до 400 километров на различных высотах. Трибуном подходят пусковые установки ракетного комплекса «Тополь-М» под командованием заместителя командира полка подполковника Владимира Кутюхина. Комплекс обладает возможностью оперативного выхода из пункта постоянной дислокации и скрытого рассредоточения на больших территориях. Наличие такого комплекса – свидетельство лидирующей позиции России в мировой ракетно-ядерной области. Музыка Продолжение следует... Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят 69 современных летательных аппаратов военно-воздушных сил России. ВОСТОРЖЕННЫЕ ВЕРТОЛЁТ ВОСТОРЖЕННЫЕ ВЕРТОЛЁТ В составе крупнейшего в мире многоцелевого транспортного вертолёта Ми-26 и четырёх вертолётов Ми-8. Ведущие группы вертолётов – лётчик первого класса майор Максим Шевердин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пролетает группа армейской авиации из пяти многоцелевых ударных вертолётов Ми-28Н, предназначенных для поражения бронированных целей и огневой поддержки сухопутных войск. Ведущие группы – лётчик-снайпер, полковник Андрей Попов. Пролетают боевые двухместные ударные вертолёты К-52 и звено ударно-транспортных вертолётов Ми-35. Ведущие группы – лётчик-снайпер, подполковник Сергей Бакин. Летит тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт Ан-22 «Антейн». Ан-22 – единственный в мире самолёт, способный с тяжёлым грузом приземляться на грунтовые взлётно-посадочные полосы и взлетать с ним. Самолёт пилотирует лётчик 1-го класса майор Сергей Шмаков. В воздухе и тяжеловес Ан-124 «Руслан» – самый большой в мире самолёт военно-транспортной авиации. Пилотирует самолёт лётчик 1-го класса подполковник Игорь Голик. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. А-50 применяется для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей. Для управления самолётами, а также может служить воздушным командным пунктом. Управляет самолётом лётчик 2-го класса майор Владислав Соловьёв. Над Красной площадью группа из трёх тяжёлых дальних военно-транспортных самолётов Ил-76. Самолёты летят в полётном порядке Клинк на интервалах и дистанциях 200 метров. Возглавляет группу лётчик 1-го класса майор Олег Калинин. Пролетают четыре модернизированных фронтовых истребителя МиГ-29 СМТ. Возглавляет группу лётчик 1-го класса майор Антон Семенин. В небе группа из четырёх тяжёлых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Ведущие группы лётчик 1-го класса майор Юрий Ковалёв. Следующий строй представлен четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24М. Ведущие группы лётчик 1-го класса подполковник Эдмон Несговоров. Пролетает строй из четырёх истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёт предназначен для нанесения мощных и точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. Ведёт группу лётчик 1-го класса подполковник Александр Жадан. Пролетает группа самолётов, имитирующая дозаправку в воздухе. Допревозаправщик Л-78 под управлением лётчика 1-го класса гвардии майора Дмитрия Афиногенова и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, получивший символическое название «Белый лебедь». В небе группа из трёх турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Самолёт предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов. Ведущей группой лётчик 1-го класса гвардии подполковник Трофим Капша. В парадном строю пролетают три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла Ку-22М3. Возглавляет группу лётчик 1-го класса гвардии подполковник Владимир Алисенко. В боевом порядке тактическое авиационное крыло подходит группой из 10 самолётов. В её составе фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-27 и Ми-29. Ведущие группы заслуженный военный лётчик, лётчик-снайпер, генерал-майор Александр Харчевский. Пролетают самолёты-штурмовики Су-25 в боевом порядке Клин. Ведущие группы лётчик 1-го класса герой России подполковник Иван Нечаев. Замыкают парадный строй военно-воздушных сил России шесть самолётов-штурмовиков Су-25МП. Самолёты выполняют проход на высоте 300 метров на скорости 550 км в час. С дымами, символизирующими цвета государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу лётчик-снайпер полковник Александр Котов. С дымами, символизирующими цвета государственного флага Российской Федерации. С дымами, символизирующими цвета государственного флага Российской Федерации. 140-й военный парад завершается исполнением всенародно любимого марша Василия Агапкина «Прощание славянки», написанного более 100 лет назад, под звуки которого сводный оркестр покидает Красную площадь. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех москвичей и гостей столицы 69-й годовщины Великой Победы! Ура! Играет шаг. ПрибRe. Ура! Чтобыasure. Продолжение следует... 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 Сегодня в День Победы сразу в 400 городах России и за рубежом проходит акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Свыше полумиллиона человек выйдут на улицы с портретами ветеранов своих родных и близких. В Ростове-на-Дону, например, те жители, у кого не осталось фотографии, просто приносили таблички с именами ветеранов. Добавлю, что впервые такую акцию провели в Томске 4 года назад. Бессмертный полк становится новой традицией Дня Победы. Ну а на Дальнем Востоке, Сибири, Урале из-за разницы в часовых поясах парады и торжественные шествия уже закончились. Где-то в разгаре народные гуляния. Главный смотр войска Восточного военного округа состоялся в Хабаровске. Там горожане впервые могли увидеть ракетные комплексы «Искандер-М». Во главе механизированной колонны двигались легендарные Т-34 и Татюша. Во Владивостоке, несмотря на прохладную погоду, жители не расходятся с улиц до сих пор. На главной площади много ветеранов, выступают артисты. Отвезет солдатской каши можно в Красноярске, где во время парада в небо поднялась небольшая авиагруппа с флагом Победы. Годовщину Великой Победы отмечают не только в России, но и за ее пределами. Прежде всего в странах бывшего Советского Союза. Но вот на Украине официальные праздничные мероприятия власти решили отменить. Это удренние кадры из Киева. Видно, что обстановка в городе совсем не торжественная, никаких народных гуляний. Ветераны в парадной форме, украшенные орденами, медалями пришли в центр, но людей вокруг не очень много. Впрочем, для большинства украинцев 9 мая по-прежнему важнейшая дата. И многие собираются отметить ее в кругу семьи и принести цветы к памятникам павших. В восточных регионах Украины, где память о войне всегда хранили бережно, отношение к празднику остается теплым. Поэтому, например, в Донецке решили не оглядываться на Киев и провести запланированные мероприятия в полном объеме, так как это было все последние годы. Традиционный праздничный митинг пройдет возле монумента «Твоим освободителям Донбасс». Еще ветеранов пригласили на встречу в городской театр. Дончан сегодня, как обычно, ждет полевая кухня и концерт в городском парке. Помнят про День Победы и за океаном. На набережной в Нью-Йорке, прямо напротив статуи свободы, развернули гигантскую георгиевскую ленту. 30-метровое полотно держали полсотни человек. Посмотреть на акцию ветераны привели своих внуков и правнуков. Удивленным прохожим организаторы раздавали красные гвоздики, ленточки, а также специальные памятки, в которых объяснялся смысл этих символов и что они значат для российских солдат. К памятнику погибшим во время Второй мировой войны в Атлантике традиционно возложили цветы, а для ветеранов исполнили песни военных лет и традиционный День Победы. Итак, вся страна отмечает День Победы. Празднование в разгаре в Москве. По всей столице начинаются народные гуляния. Вечером гости и москвичи увидят грандиозный салют. 30 залпов. И я еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Наш выпуск на этом завершен. С праздником и всего вам самого доброго.